Проект уже не первый год объединяет самых активных людей региона, но из-за сложной эпидемиологической обстановки нам не удалось побывать на самом масштабном мероприятии среди молодежи. В этом году это движение прошло в режиме онлайн. Новый фарватер проводился в формате кейсового чемпионата. О том, что это значит, рассказали в Каннском молодежном центре. Участники нового фарватера проходили электронный обучающий курс по технологию решения кейсов, а также соревновались в кейсовом чемпионате. В первом отборочном этапе участники нового фарватера решали кейсовые задания на тему добровольчества, а уже в финальной этапе они решали по патриотическому воспитанию. Кейс – это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере – социальной, экономической, медицинской и так далее. Как правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему и строится на реальных фактах. У наших финалистов была тема патриотическое воспитание молодежи. Мы должны были привлечь лидеров, вообще лидеров в городе Каннский, либо просто где-то, для того, чтобы они пришли в направление, патриотическое направление. И мы придумали там следующее, что молодежь сидит в телефонах, в интернетах, информацию о том, что происходят какие-либо мероприятия, они не знают. И потом, для того, чтобы они узнавали это быстрее гораздо, мы придумали, что у нас будут чат-боты. О том, что именно этот проект наберет самое большое количество баллов, финалисты не сомневались. Все они работали сплоченно, дружно и абсолютно каждый внес свой вклад в эту победу. Каждый участник получил ценный вклад в создание креативного и ценного кейсового решения. Как правило, никакой конкуренции я не почувствовала, потому что была уверена в своих силах и в силах своей команды. Работы участников чемпионата оценивали региональные эксперты в сфере молодежной политики по нескольким критериям. Технологичность, инновационность, реалистичность, маркетинг и презентация. Все участники получат дипломы. А вот команды, завоевавшие в финале с первого по третье место в общем зачете, будут награждены призами. Валерия Черных, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.